День с толком Смотрите в этом выпуске. Алтайское правосудие. Судья попал в суд за взятку от судьи. Предварительно. Причина пожара на сереброплавильном заводе – занос источника огня в здание. Гости из космоса. Жители края смогут увидеть самую яркую комету за последние 7 лет. Причина пожара на сереброплавильном заводе – занос источника огня в здание. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник регионального МЧС Александр Макаров. Причину называют предварительной в деталях, пока разбирается пожарная лаборатория. Александр Деринг, инициатор воссоздания исторического облика спички, говорит, что пожар, конечно, прибавил работы. Если раньше он с волонтерами занимался корчеванием разрушительных сорняков, то теперь предстоит еще и разбирать завалы. При этом он уверен, самому каркасу пожар не повредил. Сгорела старая, их же, собственно, сгнившая, конечно, кровля. Ее давно нужно было менять. Реставрационные работы, ну, это, собственно говоря, пожаром не усложнило нисколько их работы, их лесочек вести. Поэтому реставрационный процесс довольно сложный и длительный, и так это быстро все делается. По словам архитектора, собственники сереброплавильного завода сейчас усилят пропускной режим и охрану комплекса. Но ни это, ни пожар не помешают планомерному восстановлению архитектурного памятника, закончил Александр Деринг. А в Краевом управлении госохраны объектов культурного наследия нам сообщили, что к ним уже поступило заявление собственника о выдаче задания. Это привычная процедура, только Краевое управление утверждает перечень работ на территории. В первую очередь сейчас там займутся расчисткой конструкции и, конечно, консервацией здания. Крупный штраф и 7 лет строгого режима. Сегодня в Барнауле вынесли приговор арбитражному судье Владиславу Колесникову. На заседание он приехал с вещами и свою вину признал. Подробности у Никиты Ермакова. Вину свою признал полностью. Держался, но голос его выдавал. В этот раз судья Колесников по другую сторону правосудия. Последнее слово – просьба. До вынесения приговора не брать его под стражу. По состоянию здоровья, да и чтобы напоследок обнять родных. В зал подсудимый пришел. Сразу с вещами. Приговор оглашается. Именем Российской Федерации 21 июля 2020-го суд приговорил признать Колесникова Владислава Владимировича виновным в совершении преступления предусмотренного пунктом в части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации назначено наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет со штрафом в размере 8 миллионов рублей. Еще в 2017-м Колесников получил от посредника своего коллеги Руслана Терри взятку – 800 тысяч рублей. За эти деньги Колесников вынес решение в пользу одной из организаций, судившейся с налоговой. В итоге посредник Терри свой срок получил в январе этого года. Сегодня Фемида склонилась и над Колесниковым. Сам он едва пережил правосудие. В судебном заседании дважды, насколько я помню, происходили события, свидетельствующие о том, что он действительно терял сознание, как перед судебным заседанием, так и во время его проведения. Впоследствии были представлены документы, свидетельствующие о наличии у него заболеваний. И мной было заявлено ходатайство о проведении повторной экспертизы с целью установления его психического состояния на момент совершения преступления и в настоящее время. Приговор понятен. Срок порядка обжалования – 10 суток. Судя по результатам экспертизы, Колесников вполне готов для отбывания заключения. Под стражу судью взяли в зале суда. Да, судью. Прекращать его полномочия будут позже компетентные органы. Впрочем, вернуться в судебное кресло – шанс у него есть. После отбытия основного наказания и после отбытия основного наказания еще в тени трех лет ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с осуществлением функций представителя власти сроком на три года. Кстати, заявка прокуратуры на 7,5 лет под стражу удовлетворили практически полностью. Из-за маленьких детей смягчили на полгода. Не так часто, в принципе, привлекают к уголовной ответственности судей, в принципе. Но у нас такой прецедент уже был до этого. То есть у нас привлекли к уголовной ответственности судью Терри. Также это одного из участников этих событий, по Колесникову. Я так думаю, что через некоторое время, потому что возбудили уголовное дело еще по одному суде, арбитражному суду Алтайского края, это по Городову. Будет ли Колесников подавать на апелляцию, точно пока неизвестно. Его адвокаты от комментариев отказались, но несогласный с приговором точно есть, как минимум, супруга. Никита Ермаков, Николай Шелко. День с толком. Законно ли участок Борона-Кутузова отдавали под застройку? Теперь этим вопросом занялись следователи. Они начали доследственную проверку после появления публикации в СМИ. Напомним, в начале лета возмущенные жители обратились в несколько редакций, в том числе и в нашу. Они жаловались, что участки под жилые дома для многодетных семей в Сосновом Борона-Кутузова выделили незаконно. Той же точки зрения придерживались и экологи. После выхода материала в краевой следком принял решение провести проверку, чтобы оценить законность действий должностных лиц краевой администрации. Возможно, разбирательство понадобится и в другом случае. К нам в редакцию обратилась жительница Камня-на-Аби Людмила Филатова. Она считает, что ее сына избили те же подростки, что и ребенка Елены Кондрашкиной. Последний эпизод тогда облетел все соцсети Края. Правда, добиться возбуждения уголовного дела ей не удается. Говорит, в полиции и прокуратуре ей заявили, что уголовной ответственности, по данному случаю, банда не понесет. Ведь ее участникам нет 16-ти. Сама Людмила уверена, в избиении ее сына участвовал подросток, который уже может отвечать перед законом. Но, по словам матери пострадавшего, виновникам выставляют не того. Нам удалось дозвониться до Каменской межрайонной прокуратуры, но вместо внятного комментария услышали следующее. Я эту записи не слышал, и не я разговаривал. То есть, в любом случае, мы законы спортуального решения проверяем. Мы говорить можем-то хоть о чем-то. В Каменской межрайонной прокуратуре говорят, ситуация находится на контроле в Краевой прокуратуре. Как будут развиваться события, смотрите в следующих сюжетах. Аграриям отсрочат налоговые выплаты из-за убытков в результате засухи. Но только тем сельхозпроизводителям, половина доходов которых зависит от сезонных работ. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Алтайский край в этом заинтересован. Особенно после аномальной засухи. На некоторых территориях дождей не было с мая, а средняя температура около 30 градусов. 10 июля министр сельского хозяйства Александр Чеботаев ввел в край режим ЧС. Это даст право агропромышленному комплексу рассчитывать хоть на какую-то помощь. В частности, продлить отсрочки по выплатам. Правда, сами сельхозпроизводители сомневаются, что эта мера сильно облегчит их положение. Сейчас Алтайский край готовит обращение в федеральный центр, где предоставит подробные отчеты о масштабе убытков. Так аграрии смогут претендовать на частичную компенсацию. А еще, как заявил Михаил Мишустин, правительство позволит аграриям отсрочить платежи по краткосрочным до одного года льготным и инвестиционным кредитам. Объем финансирования новой меры поддержки составит 10 миллиардов рублей, из которых уже в этом году будет направлено 4 миллиарда рублей. И в следующем еще 6 миллиардов за счет перераспределения бюджетных средств. Соответствующее постановление подписано. На турбазах Алтая с трудом можно найти место для палатки. В связи с коронавирусом турпоток значительно вырос, а на выходных в Горноалтайске приземлился первый чартер со столичными туристами. Подробности в следующем сюжете. Столичные туристы теперь прибывают в главный город Горного Алтая 5 раз в неделю. Поток постоянный. Многие открывают для себя Алтай и горный, и наш из-за закрытых заграничных курортов. Самолеты практически полные. Уже запланировано, что летать они будут до конца октября. Сейчас популярное направление, и тут, наверное, поменьше все-таки людей, чем и в Сочах, и в Краснодаре. И мы решили на природу посмотреть. У вас тут красиво очень. Мы обслуживаем курортные места и республики Алтай, и Алтайского края, а также Белокурика. Конечно, пассажирам удобнее добираться не через Новосибирск, не через Барнаул, а, конечно, через Горноалтайск. Поэтому рейсы открываются, новые направления, новые авиакомпании. Надеюсь, и эта авиакомпания приживется здесь, да. Потому что загрузка на первом рейсе более чем хорошая. Первый самолет и сразу 140 туристов при максимальной загрузке в 190. Больше половины туристов первой волны сразу купили пакетные туры по Алтаю, в том числе в Белокури, Хунааю и в Бирюзовую Катунь, базируясь главным образом в соседнем Горном. Если говорить про загруженность баз Горного Алтая в настоящий момент, то на выходные, я думаю, что она близка к 120%. А среди недели, ну, большинство бутеркомплексов могут похвастаться великолепной загрузкой. Некуда даже поставить палатку, не говоря уже о том, чтобы найти свободный номер, особенно номера с крупством. Самое крутое, наверное, это сплав. Игуменский, Шабаш, по средней Катуне был сплав. Очень классно, все в восторге были. На конях катались по горам. Вот самое, наверное, сильное, я запомнил, я запомнил, я запомнил. По опыту прошлых лет, многие туристы, побывавшие на Алтае, возвращаются сюда вновь. Красоты гор этим летом предпочитают и туристы из Алтайского края. Это ближе. Но в тройке популярных для отдыха мест для наших жителей по-прежнему моря. Краснодарский край и Крым. По крайней мере, пока границы страны закрыты. Дарья Демиллер, Николай Шилко. День с толком. Без пробок. Барнаул достаточно спокойно пережил начало строительных работ на объездной города. Уже неделю на шоссе Ленточный Бор работают лишь одна полоса. В будущем здесь расширят проезжую часть. А пока рабочие приступили к установке специальной стенки, чтобы дорожный край не обвалился. При этом полностью дорогу не перекрывают. Здесь сохранили движение в сторону Южного тракта. Дорога к мосту через Барнаулку закрыта. Но особых проблем у водителей не возникает. Говорят, ремонт здесь никогда не мешал. Но некоторые автомобилисты на время ремонта все же пересели на мотоцикл. Так удобнее. По этой дороге почти каждый день езжу. Но сейчас в это время стараюсь ездить через Южногорский. Ну, конечно, неудобство есть в этом. Потому что приходится через весь город ехать. Напомним, масштабная реконструкция этого шоссе началась еще в прошлом году. Завершить ее планируют к сентябрю. Свежий воздух, звездный небосвод и гости с окраины Солнечной системы. В июле жители Алтайского края невооруженным глазом смогут наблюдать самую яркую комеду за последние 7 лет. К астрономическим наблюдениям присоединилась и наша съемочная группа. Сейчас она движется скоростью около 60 км в секунду. С бешеной скоростью бороздит Вселенную. По эту сторону камеры фотограф-астроном Олег Петров. В объективе ярчайшая комета Нео Вайс, которая заплутала во Вселенной и по счастливой случайности изобрела к нам. Вполне возможно, что она первый раз посетила, в общем-то, нашу Землю, то есть нашу область. То есть она где-то, может быть, летала по очень-очень вытянутой орбите, по длинной. Может, она даже не заходила во внутренние области Солнечной системы. А вот сейчас что-то ее сорвало, какое-то гравитационное воздействие, и она вот пришла к нам. Впервые фотограф запечатлел гостю на фоне утренней зари 5 июля. Тогда она была едва различима. Сегодня ее краски с каждым днем ярче и насыщенней. А шлейф от огромного неонового от Солнца хвоста поражает воображение. Длина хвоста вообще кометного, она огромная, больше 10 градусов угловых. То есть 20 полных дисков Луны. Всего 100 с небольшим миллионов километров на таком близком расстоянии комета сейчас от Земли. По нашим масштабам это одно и то же, что на расстоянии вытянутой руки рассказывает астроном. Чем еще она интересна, то есть там практически вещество, из которого создана наша Солнечная система. Поэтому объект очень старый, так как он во внутренние слои не попадал, Солнечная система, то в нем вот сохранились вот эти вот первозданные кирпичики, из которых вот создавалась наша Солнечная система. Люди по всему миру делятся в социальных сетях снимками голубо-зеленой кометы. Сделать памятное фото успеваете и вы. Она с нами до конца июля. Вечерние или предрассветные часы отправьтесь за город. Поднимите в небо глаза. Ориентир созвездия Большой Медведицы. А слепительная комета там. В следующий раз увидеть гостя с окраин Солнечной системы можно будет через 20 тысяч лет. Так что приходите, берите любительский телескоп, бинокль, фотоаппарат и любуйтесь. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком. А на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Продолжение следует.